всем привет ребят ну что я решил как раз прокачать своего дьяху и заодно расскажу вам продолжу рубрику в которой я собираю топовых героев рассказывать какие таланта лучше поставить для каких локаций это будет у нас если я не ошибаюсь 8 8 видос то есть там предыдущие сборки рассказывал показывал решила дьяху перекачать вытащил уклонение роли на ему и решил поставить уже сделать 6 чтобы было уклонений добить скажем так ну с уклоном он конечно самый топовый путь но за одно часу видите сколько самоцвета выходит на то чтобы ему на роли уклонения то есть в районе 50 к одному герою надо чтобы нормально сделать созвездия чарами проблем скажем так нету и сейчас чарки зависит напрямую от созвездий поэтому самое затратное на сегодня наверное это созвездия то есть если у вас там есть куча героев лучше всего лучше не на роллинге спускать она созвездия потому что сейчас вся прокачка героя скажем так зависит от созвездий так блин надо 5 уклонения и подвисает что-то я уже думал сейчас все обновила так четверочка ну по созвездиям какие варианты есть конечно самое топовое то уклонение с уклонением он у вас будет нормально он смотрите отлично нормально держаться то есть другой вариант есть крит у меня он был скритом у меня были криты на нем крит урону смысла нет я вам сразу говорю то что он не получает обратку от отражалок это только во время действия его скилла если он включится но если есть нюанс сейчас я вам постараюсь его показать если он будет бить сразу изначально он получает обратку то есть на подземках так отличная сборка давайте сначала перейдем я вам расскажу покажу потом я постараюсь вам показать вариант то есть он получает урон от отражалки как и все герои перед тем как он включится то есть не стоит это недооценивать многие собирают его пробуют с пактами я не знаю мне на урон учета не зашел попробую собрать вам сборку на урон показать но у меня вот таких вот две сборки и и вполне хватает и для битвы гильдий и для атаки фартов то есть такая вот сборка у меня используется для атаки фартов можно поставить сюда десятую огненку например я не знаю есть она у меня нету его не будет пробивать не феникс да вот есть у я говорю феникс не фрея там не лазуля то есть он будет держаться молодцом еще добавить нового питомца плюс уклонение можно как вариант даже вальс поставить что по нём не так сильно попадали и он будет нормально тащить смотр как обычно всегда может попадать вот смотрите против фрей его основная задача я где его использую это на допустим можно использовать на битвы гильдии он выносит в зависимости от базы половину базы либо на таких фартов либо на пвп локациях лабиринте где надо противника обездвижить то есть чтобы он не мог ничего сделать ну вот как видите вариант такой ему пофиг все когда у него включается скилл он не получает урон не могут его пробить давайте это сейчас мы найдем зефира мне интересно против зефира потестировать даже с дыркой но я надеюсь хоть здесь его сольют посмотрите чем делает герой соло с со всему дамага больше по сути не надо он не будет все равно у вас убивать сносить героев там его основная задача это выжить вот вам 30 зефир 30 косма потом у нас фрейм носок никто к еще не бьет косма уже улетел то есть такая вот сборка героя довольно таки неплохая да здесь стоит супер питомец который дает уклонение без уклонения никак но блин как видите любая щели и он будет просто тупо считать ему пофиг будет вот то же самое единственное что ему может это молча кинуть землерой к там и прочим опять же это относительно вот все он включился 97 процентов базовым ушатал то есть такая сборка используется больше на пвп локациях нету смысла ему ставить на урон на дамаг да когда он включится вон там будет много выносить но зачастую вот здесь его должность ушатать или не ушатая прорез уника выпустил не надеюсь огни к часу считают вот смотрите что делает супер питомец если сравнивать до огник и обычный какой-то ледяха посмотрите чего он держится намного круче как по мне то есть можно еще и вальс поставить примеру тогда он будет себя еще и хелить и вы его в пик убьете без это тоже будет неубиваемый герой то есть такая сборка с со она дает возможность дольше держать урон плюс хипа добавляет атаку ему бессмысленно плюс у нас и священный суд этого вполне хватает и на пвп локации его основная задача подольше выжить и обезвредить врага то есть он не дамагер там мира мега супер нету смысла его собирается урона всего как и многих героев и смысл затарить дав ему этого будет вполне хватает вот основная задача это убить здание урона у него для этого хватает на любом прорыве то есть он волнами кидает и этого вполне крутая давайте попробуем мне уже самому стало интересно попробовать поставить сюда вальс тем же самым мы добавим ему немножко дамага поехали брать то есть как видите уклонение это самый топчик ну конечно по возможности плюс дав и этого вполне хватает вот с вальсом он будет у нас я думаю целых три минуты в такой сборке стоит какие варианты по чаркам есть так как он включает свой скилл он не бьет то есть он уже сам по себе не дамажит то есть если он включился вот видите он стоит на месте он только начинает дамажить только когда он не в скелету из это минус вот если сравнивать его с космо космо бьет когда включает свой скилл идет этот не бьет рису не набирает зачастую даже энергии то есть его заряжает больше поэтому этому герою если брать уже давайте так очереди если брать для него чарки да вот чарок вот чем хорош священный суд он дает понижение плюс от хилл если же брать там супер силу поставить ну смысла нету да он будет там набирать энергии вроде быстрее но опять же это атакующая сборка тут у нас идет от хилл плюс дав если брать ритуал даст кп но он не будет набирать энергию когда он включает скилл то есть тоже как бы не полностью востребованный будет ну вас любну чарка вот этот вариант он отхиливает себя плюс д раньше использовал до спектра на сегодня он уже ушел прошлое он дает тоже тела и плюс разрушает там забор допустим это раньше мы использовали его вариант 1 по локации есть недомогание тоже неплохая чарка которая режет от хилл но опять же ее лучше ставить тем у кого есть ограничение то есть то же самое фрайя вогник победный не знаю пишите в коментах если хотите увидеть такую фунт сборку я сделаю вам с атакой супер силой покажу вот то есть такой вот вариант самые оптимальные конечно же надо уклонить нет уклонений качайте крит урон плюс точность обязательно должна быть без точности и герой будет просто не попадать мисок по другим героям то есть такое сейчас вполне вполне вероятно вполне нормально ну а так как видите у героя посмотрим сколько уклонений 15000 уклонений 15к моего даже можем свободно использовать на подземках час я вам покажу 8 я не помню какая-то я его тестировал год проходил там где ассориков офигища они стоят в общем это подземка он сливается а чисто на отражал ну вот тоже здесь я не знаю сейчас попадут по моему не попадут не попадают ему не дадут даже зарядиться толком видите он не убиваем и он тоже ничего не может сделать у него забирают энергию какие варианты по талантах есть оживо неплохо заходит вариант с оживой даже для волн очень хорош но опять же сливается под молчанкой вариант ремочка тут у меня вторым стоит емко почему ремко потому что я могу поставить любую плему то есть надо мне там подашку например надо мне там высота надо мне оживу ту же самую то есть такой вариант он очень хорош он универсальный но и со как видите лиц и со он реально очень крут есть вариант вариантов очень много сборок но я же говорю я не вижу смысла этого делать герой на урону я скорее всего его сделаю вам покажу на дома как он будет дамажить но видите вот у него забирают энергию тоже минус если допустим сейчас поставить сюда попробовать железку по моему стало интересно ну кстати давайте попробуем чеки все и его просто нет такс я только не видел там смотр его убил или или он об отражал клуб ну хотя от отражалки не должен так дохнуть тут видите он хоть заряжается уже а вот вот это вот включение как видите вот именно с перед самым включением и начинают только бить и вот этот момент он по сути получает урон только он включается смотрите внимательно набор энергии раз два три вот включился и сразу же сдох давайте попробуем попробую сделать у меня подашка есть на складе поклятый доспех он даже такой за железка здесь у нас держится вот так вот набрал энергию вот он включился вот то есть о чем говорил и рассказывал то есть вариант он все равно потом съелся время прошло но все равно на дамажил 31 процент он все равно у вас получает урон от отражалки да он включается там у нас были особики которых есть отражалка соответственно если перед самим включением то есть первый его удар он по-любому получает отражалку то есть бессмысленно его собирать на такую еще и сборку если там будут отражалки он просто себя убьет ну конечно же он может потом когда уже он первую волну выдержал будет работать но вариантов нюанса много уже на практике показано доказано что все-таки на сегодня со самый лучший вариант можно живу поставить тоже как вариант либо ремку это три таких топовых обучарками вам показал созвездия вам рассказал в общем дальше уже решайте сами конечно здесь большую роль играет супер под который дает дополнительно дофигища уклонения без него было бы сложно ну такая вот сборка как видите можно даже бегать на битву гильдий без проблем выносить пол базы там против топов без разницы кто там будет попробую найти за 1 посмотрим хватит нам уклонения или не хватит но видите здесь вот проседает причем зефир попадает уклонения хватает ему хватило чтобы включиться его основная задача включиться хотя бы один раз в 34 процента он уже там второй заходик очень попробую где-то с другой стороны можно его также резнуть он дальше забежит то есть вариантов дофигища давайте еще разок попробуем с другой стороны зайти потому что там фрея у нас так видите недомогание но все равно доходит долетает и это реально плюс попробуем убрать а у меня тут резать ничего называется резнуть в общем такая вот суть ребят такой вот герой даже в full уклонение как видите на героях стоит немножко точности и моих 15 кау просто ни о чем уже в общем пишите коменты ставьте лайки ждите новых видосиков такая вот сборочка всем удачи всем пока